Факторы государственного строительства Хвала Аллаху Господу Миров, который говорит в своей священной книге Скажи, трудитесь и увидят ваши деяния Аллах, Его посланник и верующие. Вы предстанете перед выдающим сокровенной и явной, и Он поведает вам о том, что вы совершали. Сорок корова, аят 177. Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого неся товарища, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, который сказал, если будет наступать сегодня час, а в руке кого-либо из вас будет росток, то если он успеет посадить его, прежде чем час настанет, пусть сделает это. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство из подвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, одним из основополагающих принципов и благородных учений ислама является любовь к Родине, ее защита и работа над ее прогрессом и просветанием. При этом, настоящая полноценная честь заключается в том, чтобы человек, ощущая значительную привязанность к своей Родине, серьезно стремится к ее строительству и горел желанием достичь ее развития и продвижения. Ведь за наученным и культурным прогрессом любых наций стоят верные люди, чьи сердца наполнены любовью к своей Родине. Они непременно вносят щедрый вклад в плодотворную работу, которая приносит ползу и благо гражданам и странам. Наш дорогой Египет достоин, чтобы свой народ прилагал всевозможные и невозможные усилия. Он не сползирует сердце арабизма и ислама, щит и меча нашей общины, неприступная крепость в борьбе против терроризма и вызовов. Следовательно, защита его и работа над ее прогрессом и просветанием, религиозная и отечественная обязанность. Он представляет собой колебель цивилизации и местовозникновения небесных посланий. Это страна, которая была упомянута в Священном Коране в сочетании с безопасностью и безобидностью. Всевышний Аллах на языке пророка Юсуфа в мире ему говорит «Входите в Египет без опаски, если этого желает Аллах». Сура Юсуф, аят 99. Да благословит Аллах поэта Салахаддена Сафади, который говорит, «Кто объехал землю, города и страны, общаясь с различными расами и этносами, не видя ни Египта, ни его жителей, тот мира не видел, не знакомился с людьми». Нет сомнений в том, что прогресс строительства и превосходства гарантируют нации величие, достоинство и уважение людей. Но мы не строим государство просто словами, мечтаниями или желаниями. Это требует усилий, пота и огромных жертв. Следует также учитывать факторы государственного строительства и принимать во внимание причины прогресса и цивилизации Родин, включая, во-первых, осознание проблем и вызовов, вид осознания ценности Родины, проблем, с которыми она старкивается, и опасности, которые ее окружают, требуя полной осведомленности о размере встающих перед нами задач. Это потому что, не осознавая и хорошо не понимая этих проблем, мы не будем в состоянии принять успешнее и эффективнее решения. Бесспорно, что вопрос об осознании ценности Родины, легитимности национального государства, необходимости поддерживать ее стойкость и стремляться к ее прогрессу и просветанию, является одной из важнейших опор силного государственного строительства, одним из важнейших столпов лоялности, национальной принадлежности и обеспечения сохранности ресурсов и любой частицы земной пыли Отечества. Кроме того, осознание важности Родины требует от нас исправления неправильных представлений, которые террористические и экстремистические группировки пытались заложить в умы людей. Они же трудились и строили свою философию на попытках создать разрыв и потерю доверия среди всех народов и обладателей власти в странах, хотя учение религии призывает нас почтить праведного правителя. Посланник Аллаха, мир ему благословение, сказал, «Поистине, к возвеличиванию Аллаха относятся оказание почтения святому мусульманину, знатоку Корана, не допускающему ни излечеств, ни нерадивости в своем отношении к нему, и справедливому правителю. Кроме того, справедливый правитель вступит в группу людей, которых Аллах сегодня день укроет в тени своего трона. Наш пророк, да благословите его Аллах и приветствуйте, сказал, «Семериха укроет Аллах в своей тени в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени», и прежде всего упомянул справедливого правителя. Во-вторых, огромные жертвы на пути достижения отечественных целей. Ведь истинный патриотизм – это не просто поднятие лозунги или громкие возгласы, но жизненная система, ощущение пуса Родины, осознание стоящих перед ним задач, сострадание к ней при невзгодах, радость за исполнение ее надежд и постоянная готовность жертвовать ради нее. Более того, обеспечение защиты Родины и пожертвование ради нее представляют собой законные требования и национальные долги каждого, кто живет на ее земле и каждого, над которым простирается ее небо. Это потому, что любовь человека к Родине не ограничивается только чувствами и эмоциями, но она должна быть воплощена в хорошее поведение и действие на благо человека и общества. Итак, необходимо жертвовать ради обеспечения ее силы и величия. Принадлежность к Родине требует, чтобы соотечественники гордились ей и объединились в целях сохранения ее прочности, так как стабильность Родины необходима для достижения Божьей цели, ради которой Аллах Всевышний создал человека, что воплощается в восстановлении Вселенной, в возвещении религии и совершении обрядов и ритуалов. Кроме того, Ислам предписал джихад только для защиты Родины, борьбы против несправедливости и отражения агрессии. Вот почему. Высокое место в Исламе получает каждый, кто жертвует своей душой на пути Аллаха, чтобы защитить свою Родину. В этом отношении Всевышний Аллах говорит, Воистину, Аллах купил у верующих их жизни и имущества в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таковы его обещания и обязательства в Торе, Евангелии и Коране. Сура покаяния, аят 111. В-третьих, упорный труд и мастерское совершенствование. Ислам повысил ценность труда и считал его одной из дверей поклонения Аллаху, скорее, одним из самых высоких уровней поклонения. Прорубный Риму в благословении Аллаха назвал его джихадом на пути Аллаха. Каб Ибн Аджара рассказывал, как-то раз, когда посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует находиться в обществе своих сподвижников, они увидели выносливого, сильного, молодого человека, который рано утром вышел из дома в поисках заработка. И они сказали, горе ему, о, если бы он использовал свою молодость и силу на пути Всевешного Аллаха. На это пророк да благословите его Аллах и приветствует, сказал, если он вышел в поисках заработка для своих малолетних детей, то он на пути Аллаха. И если вышел он в поисках заработка для своих престарелых родителей, то он на пути Аллаха. И если вышел он в поисках заработка для самого себя, то он на пути Аллаха. Если же он выше ради показухи и похвали, тогда он на пути шайтана Как религия, так и патриотизм требует усердия, пота, труда и производства Тем более, что наша религия – это религия труда и мастерства Всемогущий говорит Сура власть, аят 2 Сура власть У те, которые уверовали, когда призывают на намаз в пятничный день, то стремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю Так будет лучше для вас, если бы вы только знали, когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его Быть может, вы преуспеете, когда же они увидели торговлю или забаву, они разошлись, просившись к ней и оставили тебя, стоя во время пятничной проповеди Скажи, то что Аллаха лучше забавы и торговли И Аллах наилучше из дарующих удел Сура собрания, аят 9, 10, 11 Кроме того, пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал трудом своих рук И поистине, пророк Аллаха Дауд, мир ему, питался тем, на что он зарабатывал трудом своих рук Тем самым, мы подтверждаем, что наша исламская религия просит нас не только работать, но и работать усердно и безупречно Всевышний говорит Поистине, мы не теряем награды тех, кто совершал добро Сура пещера, аят 30 Сообщается, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас выполняет какую-нибудь работу, делает это наилучшим образом В-четвертых, крепкие знания и хорошее управление Ведь строительство требует знаний, опыта, обучения и специализации, а не просто хобби или увлечения В Коране и Сунне сильно подчеркивается необходимость наличия у ответственного отца эффективности, компетентности и честности Всевышний Аллах на языке пророка Юсуфа, мир ему говорит И джа'альния аля хазаинь ал арди инния хафизун алим Он сказал Назначи меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель Сура Юсуф, аят 55 И он на языке дочери Шуайба, мир ему, пророка Моисея, мир ему, сказал Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия Сура Рассказ, аят 26 Пророк, мир ему, благословение Аллаха предостерегал от доверия некомпетентным лицам Он также поведал, что это знамение судного часа Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Когда дела будут поручены и неспособны, тогда следует ждать наступления часа А под способными людьми подразумеваются надежные обладатели компетентности и честности Пророк, да благословит его Аллах и приветствует Назначал своих сподвижников и работников в соответствии с их знанием, умением и способностью унести ответственность Они на основе кумовства, семейственности или фаворитизма Со слов Абидарра, да, смилостивится над ним Аллах, передается Однажды я сказал пророку, мир ему, благословение Аллаха О посланник Аллаха, не назначишь ли ты меня править чем-либо? Он похлопал меня рукой по плечу, а потом сказал Поистине ты слаб, а власть представляет собой ответственность И в судний день она обернется позором и сожалением для любого За исключением тех, кто получит ее по праву и выполнит то, что он должен был делать А также Абдуррахман ибн Самура, да будет доволен им Аллах, рассказал Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне О Абдуррахман ибн Самура, не добивайся власти, ибо если она будет дана тебе По твоей просьбе, на тебя будет возложена и ответственность за нее Если же она будет дана тебе без твоих прос, то Аллах окажет тебе в этом помощь Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Господину всех людей Пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня О мои братья в исламе Одним из наиболее важных факторов столпов государственного строительства Служит в возвеличивании моральных и поведенческих ценностей Ведь нации и цивилизации, которые не построены на этических нормах и ценностях Несут факторы падения в основах своей конструкции Блажен поэт, который говорит Пораженного моралью народа следует похоронить и оплакать Другой поэт говорит Наций живы, пока этика сохраняется, да и исчезнут, когда она разрушится В исламе этика имеет высокое место Ибо с ее помощью мусульманин поднимается вверх по ступеням веры И его часа весов окажется тяжелой Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал В день воскресения на весах верующего не будет ничего тяжелее благонравия Ибо поистине Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные слова А отвечая на вопрос, что больше всего приводит людей в рай Он до благословения Аллаха приветствует, сказал Наибольшее, что приводит людей в рай Это две вещи Богобоязненность и благой нрав Пророк Мухаммада, благословитель Аллах, приветствует, считал Благой нрав эталоном совершенства и недостатка веры У мир ему благословение, Аллах сказал Самой совершенной верой обладает самый благонравный из верующих Он также поведал Бойся Аллаха, где бы ты ни был Вслед за дурным делом соверши благое Которое сотрет с собой дурное И придерживается благонравия в отношениях с людьми Благонравие Ведет своего обладателя к добрым качествам Таким как Милосердие, желание другим добра И стремление принести ползу людям И достичь общественной выгоды И интересов страны и граждан Далеко от эгоизма и себелюбия Ведь наша чистая религия основана на альтруизме И человеколубии Одна из основ построения нации и цивилизации Справедливость Ведь государство строится На основе справедливости Которая устанавливает равные права и обязанности всех людей Без каких-либо различий Всемогущий говорит Воистину Аллах повелевает блюсти Справедливость Делать добро И одаривать родственников Он запрещает мерзости И предосудительные деяны И бесчинства Он увешивает вас Быть может Вы помяните назидание Соропчели Аят 90 Между тем передается Поистине Аллах оказывает помощь Справедливому государству Даже если это государство не мусульман И оставляя без помощи Несправедливое государство Даже если это государство мусульман Это потому что Если бы такое государство Было действительно мусульманским То не принимало бы несправедливости И не строилось бы на ней А также говорят Государства могут оставаться При неверии и справедливости А никогда не остаются При исламе и несправедливости Это потому что Их религиозность будет Тогда формальной и лишенной Настоящих исламских концепций Основанных на истинности И справедливости И отказа от любых форм Угнетенности и беззаконности О, Аллах! Даруй нам безопасность И спокойствие На наших родинах И справа наших имамов И правителей Спаси нашу страну От любых интриганов Нечестивцев И недоброжелателей Субтитры создавал DimaTorzok